50 процентов нормальной дороги а все остальное выглядит вот так вроде голый асфальт вот он это будто грунтовка совсем не подумал бы что тут асфальт под ним дальше не проедешь а если хотите посмотреть как все начиналось поехали всем привет с вами алекс руцков мы находимся в кисловодске на колоннаде тепло весна наступает не хочется отсюда уходить но нужно идти наверх отсюда начинается пожалуй самая интересная дорога на кавказе дорога на джилысу северная при эльбрусе это самая высокогорная автомобильная асфальтированная дорога на кавказе сегодня 28 февраля 2023 года последний день зимы весна вот она уже наступает уже тепло и казалось бы походный сезон уже открывается однако эта дорога для автомобилей откроется только в мае месяце потому что до этого месяца все завалено снегом просто проехать туда невозможно но я хочу пешком прогуляться по этой дороге посмотрим на сколько меня хватит до долины нарзанов доеду попуткой потому что после долины нарзанов дорога уже закрыта стоит шлагбаум и дальше только пешком уходить не хочется отсюда здесь так спокойно тихо но в наших планах идти наверх посмотрим вон там еще картины есть пойдем а это не а это не дорогу хоть осмотную не будет до самого эльбруса а вот это вот эти мы едем да уже сделали да вот они ну в общем довезли меня до долины нарзанов здесь сухо пока что тепло но отсюда начинается самая интересная часть дороги такой вот шлагбаум стоит тут зимой в апреле мае месяце его убирают можно проезжать для автомобилей проезд закрыт а мне можно вроде бы идется вначале нормально вот будет смешно если до самого джи лысо будет такая дорога ну что идем в джи лысо вот мы уже чуть-чуть приподнялись и отсюда первые панорамы открываются с видом на долину нарзанов весь парк долина нарзанов отсюда как на ладони раньше это было самое тихое место теперь это самое туристическое место тут были только нарзаны потом эти нарзаны стали платными потом это вообще стал парк долина нарзанов тут множество развлечений всякие горки всякие кафе вот так цивилизация проникает везде а мы от нее уходим все выше в горы да дагестан напоминают эти красоты здесь уже побелее будет снега побольше правда мокрый снег даже в тени мокрый и очень тепло с гордую теплый ветер вот местами тут такие открытые участки дороги встречаются но в целом тут дорога вот такая и это я еще только первые четыре километра закрытые дороги прошел первых нарушителей повстречал но они чуть-чуть проехали поняли что соваться не стоит и назад повернули не волнуйтесь это тогда и узнать о своем присутствии местным хищником чтобы сторонились меня они ведь очень осторожны не любят присутствие человека вот местами такая дорога уже прилично прошел поднялся наверх а дорога пока нормальная более менее тем не менее еще даджи лысу не меньше 50 километров а чем ближе туда гора тем дорога выше и снега больше особенно возле эльбруса чё-то ветерочек поддувает надо бы приодеться ну а здесь все закрыто не сезон естественно зато здесь можно сделать хороший привал беседочка скамеечки с фантастическими видами на плато конжол местный стоунхенш скамеечки с фантастическими видами на плато конжол местный стоунхенш солнце скрывается четыре часа подряд уже топу по этой дороге когда поднялся по серпантину идти уже одно наслаждение пока как видите дорога без особых приключений вот свежие протекторы куда местами заносы почти не проехать и местами открытый асфальт вот такой эти горы конечно ни с чем не сравняться надо придумать где бы переночевать топаю топаю сколько там километров вверх от долины нарзанов но здесь уже не так круто как по серпантину от самой долины здесь уже в основном по ровному но все равно подустал уже если бы вся дорога была такая как на серпантине на 85 процентов снежная то я там на серпантине и остался благодаря тому что по этому гребню дорога вся растаяла я смог сделать расстояние только благодаря этому по ту сторону конжол по ту сторону бермамид не знаю смогу ли я сегодня дойти до харбаса уже пол шестого быстро темнеет но я попробую палатку по-любому буду ставить в темноте добрался я до харбаса а точнее до того места где горы аватары где кафешки домики все домики естественно заперты потому что не сезон мощные замки даже есть камеры но банька открыта поэтому я решил заночевать в банке потому что дождик на улице пошел палатку ставить неохота к тому же я пришел к восьми часам вот такие дела чай заварил ароматный ах с травами здесь я буду спать на полу на коврике залезу в два спальника вот так вот обустроился а сейчас бай-бай вот это место вам знакомо только если вы пять лет назад были в жилы су то этих домиков не было вот вот таких условиях в сезон можно здесь отдохнуть долина реки харбас горы аватары ступенечки выдолбили такие раньше просто тропинка была очень крутая и скользкая красиво снега в этом году в горах вообще мало обычно к весне наоборот наваливает тут так что проехать вообще невозможно даже в долину норзанов все реки замерзшие даже не знаю сколько километров от долины норзанов до сюда через задение прошел начал в 12 30 пришел 8 поздновато конечно начал но прилично прошел не знаю может быть тут километров 30 теперь мне идти на ту сторону снова наверх там уже подъем будет бесконечный до самого эльбруса дорогие зрители связи с нынешней ситуации в стране и отсутствием монетизации на ютубе мой канал не получает никакого дохода поэтому я обращаюсь к вам с просьбой поддержать мои старания даже ваши 50 рублей для канала будут большой поддержкой также я хочу поблагодарить тех кто уже поддерживает мой канал реквизиты в описании большое спасибо что продолжим свистопляску по дороге бесконечную монотонную но с красивыми панорамами вот от долины харбус по серпантину поднимаясь наверх первый лед пошел по дороге не знаю но тут следы протекторов все еще видны как-то с краешку по дороге ехал он видно но очень опасно очень рисково лед сплошной лед на дороге а так выглядят замерзшие реки в горах бесподобно чувствуется что вся цивилизация которая сюда проникла глубоко в горы будто она как-то заледеневшая река замерзла застыла никого нет ни души замерзшая цивилизация глубоко в горах ничего весна уже вот-вот скоро все начнет пробуждаться а потом лето и сюда начнут ездить здесь начнется движуха а у нас одиночек жизнь несколько другая мы любим когда все застыло все замерзла время будто остановилась а наша жизнь бьет ключом все сидят дома пьют горячий чай зовут друг друга в гости а мы суемся туда где холодно мы любим пустоту и красоту холода на подъем по этому серпантину два с половиной часа ушло видники эльбруса видны как он близко погода на самом деле улыбается я думал будет все гораздо хуже здесь обычно так в апреле сегодня кстати 1 марта с каждым шагом мы все ближе и ближе к джиллосу последние подъемы преодолеваем такие вот заносики небольшие в целом дорога нормальная можно ехать но только на джипе вот это дорожка самая большая на машине вот докуда смогли доехать те ребята нарушителей то что в начале видео а дальше тропить снег мы тут еще чуть-чуть и уже снова асфальт открытый посмотрим сколько таких заносов будет на пути где уже колеи не будет по которой можно идти тучки вокруг собираются тебя было то же самое но сегодня по ходу дела посерьезней кажется я куда-то проваливаюсь надо дойти до дороги до края дороги однако повезло мне с погодой везде серые тучи клубятся а здесь как будто какое-то окно не знаю и над эльбрусом окно большое ну вот и все я то по краю дороги смогу идти машина уже здесь не проедет можно двигаться дальше ну собственно мы видим своими глазами как выглядит дорога на джиллысу а точнее подъезд к джиллысу вроде бы проплешины даже асфальт сухой но такие барханчики посреди дороги за последние три дня очень сильно все подтаяло все чуть-чуть осталось до тузлука до холма вот этого кургана и там уже въезд джиллысу вот гора сирх и и накрыла чуть-чуть облачком так на сегодня вот до куда дошел даже до тузлука дойти не успел уже не хочу повторять вчерашних ошибок идти по ночи в общем здесь буду палатку ставить уже очень холодно идти не хочется завтра дойду до джиллысу посмотрим в общем за эти два дня я больше 50 километров прошел это из долины нарзанов в долину харбас там переночевал из долины харбас сюда до тузлука совсем чуть-чуть осталось наверное километр один все стемнело считай пора залезать в палатку руки мерзнут холодно очень все отдыхать до завтра доброе утро сегодня ветрено снег немножко прошил и расставил и вот сегодня у нас на завтрак будем готовить вкусный чай так обычно в пакете продукты из супермаркета а у нас в горах снег в пакете сегодня будет у нас топленый снег кипяченый снег вареный снег палатку я не смог колышками прибить ко мне не смог найти чтобы растяжки поставить поэтому я не знаю как как тут оставлять палатку чтобы идти на тузлук снова собирать целый рюкзак чтобы идти туда с рюкзаком не знаю охота нет палатка никак не закреплена она не улетает только потому что мой вес и вес моих вещей которые тут лежат земля настолько каменная что колышки не вбиваются туда все-таки решил прогуляться ветер правда очень сильно идешь вдоль отбойника и на всей дороге вот такой вот ледяной пирог затвердевший снег панцирь это следы кто-то шел пешком непонятно где здесь асфальт вообще как будто тут дорогу перерыли какой-то песок непонятный вроде бы склоны гор не так уж и снегом засыпанный но на дороге его много именно на дороге посмотрите как на дорогу грязи намыло это что такое там асфальт голый а здесь грязь камни щебенка все это отсюда сцепалась зима натворила тут бед просто так тут не проедешь даже если снег растает это будто грунтовка совсем не подумал бы что тут асфальт под ним вот вам дорога на gilso пузо снежная надуло однако и такие моменты на дороге есть вот тебе открытая дорога такие пироги встречаются 50 процентов нормальной дороги а все остальное выглядит вот так а вот этот звук дальше пройдем насколько сможем дальше не могу пройти но попробую вас дорога на челесу тупик дальше идти нет желания пойду назад все время по такому идти это очень долго все все пойду назад кому понравилось видео всем пока оставайтесь на канале увидимся в следующих видеороликах как интересно к моему уходу из жилосу погода улучшилась хоть и ветрено почти ясно и эльбрус даже решил приоткрыться чтобы попрощаться со мной а ведь когда шел туда он был закрыт полностью пеленой облаков горы все открылись красотища все такое стало разноцветное а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok